всем привет девчонки сегодня у меня значит такая тарелочка это халва смотрите два кусочка я почистила то есть они более такие не полукруглые угловатые так как я счищала с них вот халва не очищенная заметная разница в цвете среди мелкая простите это на астана дальше это туркестан кудряшка это туркестан сливки и как я вам обещала песчаночка вот так же у меня вот раз два три два кусочков раз-два почистила раз-два нечищенных не счищала пыль с них вот предлагаю попробовать с верно начнем все-таки с халвы и потому что я ее ни разу не пробовала и возьмем давайте не чищен на зубах скрипит песок чего я люблю песочные сорта на нее всякий скрип я предполагаю что скрип туда потому что не чищеную давайте попробуем чищеную ну вот сейчас не чищеную откуса чтобы обещали что он сверху есть как бы грязь чищеная приятного гораздо есть крупинка крупинка грубая крупинка песочная но девочки так как она у меня не было на просушке а лежала на балконе и и занесла на была очень важная то есть в снегу она была как лед кстати это моя вина я честно скажу мне не хватало места для просушки мела я хотела ему по очереди на самом деле про халву и вообще забыла что она меня есть поэтому вкус мне не открылся для меня она пустая на данный момент когда я чистила в ней есть запах мела на данный момент вкуса к сожалению нет вот я не знаю сказал я вам нет середине тарелочки тостана сорти так ладно халва у нас значит не получилось распробовать я ее оставлю она отлежится структура мне ее в принципе нормально не скажу что неприятное но к сожалению вкуса я не чувствую есть такие сорта мела которые надо дольше времени занесла положила на просушку вот и будем ждать когда она откроется во вкусе пещанка так он хлюстит я вчера пусть тела не было сырая пещанка вот и пещанку я высушила до конца это один немногих милов приходится со вкусом и можно давать времени отлеживаться несколько раз приходил от поставщиков у меня всегда есть вкус влажном виде и тоже хрумкая у меня преобладают тогда вкус сырости сухом виде сладость сливочность есть сырость очень плотная хрустящая сушит рот до кусочек сушит растворяется до мельчайшие крупинки ним такой приятную приятную массу сливочная с сыростью очень вкусно не сырого подвала там или плесень и вкус сырой земли ученка там что-то вот 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 и девочки писали по поводу меловодного что он приходил не песочный вы мне скажите в этот мел чистили или нет потому что вполне возможно я его не чистила и мне просто первый слой это мелки попался именно как бы с песком землей поэтому мне показался прямо скрипучим как я вам уже говорила я бы положила он сейчас полежит его почищу может быть даже помою просушу и мыши свой попробовали я наверно скалой также поступлю на быстрее тогда и обойдет вкус как это я взяла туркистан сливки и Смотрите продолжение в 3 части. Взялись такой томойчик сливочный, сладость, жирные, молочные и какой-то такой разнотравли. Может быть залипли не так сильно, потому что я взяла небольшой кусочек. Но мне кажется, что они не залипают так сильно, как в башкирске. Ну вот так по структуре сказать, что там монолитная, запах есть. Такой свежего бетона что ли. Свежевыбельного бетона или не свежевыбельного. Как он дождь пройдет, от горячего асфальта, от стены идет такой вот прям запах. Вот мне что-то такое напоминает. Очень плотная. Вот такого кусочка, как бы вкусить. Он твойненький. Не сложно вкусить. Отчислился. Оливенькая. Песчаночка. О! Хруст песчанки не сравнится ни с чем. Хруст песчанки не сравнится ни с чем. Включи одного видео снимет, хорошо? Хорошо. Спасибо, сыночку. Сейчас идет. Да, снимет. Ты потом что будешь делать? Кормить вот буду обедом. У меня плачет. Он попой чувствует, когда пытаюсь настроить тишину и снять видео. Он обязательно придет. Самый подходящий момент. Залипание. Снимается очень легко с помощью мела. Это у меня в Торгестан кудряшка. Какой-то он такой интересный. Прямо слоистый. Грида лежит на балконе. Немножечко сыроватая. Ну как, не сыроватая. Но не до конца прям до сухости прям высушена. Вот, да. Сейчас в квартире у меня полежит день-два. Уже будет гораздо сложнее откусить ее. Мне показалось, что здесь больше сладости в этом Торгестане. По цвету они схожи. По структуре нет. А вот у Торгестан кудряшка, но по мне больше пыли. Более рыхлый. Вообще, Торгестан, я думаю, надо описывать все по отдельности. Не знаю, почему я взяла сразу два. Так как они как и башкирские глины, отдаленно схожи между собой все. По крайней мере, те, которые я пробовала, кроме синего. У него на него будет отдельный обзор. Это мне прислали новый сорт. Торгестан синий. Вот он схож с серым Торгестаном. Потому что очень тяжело откусить. И он такой с грубой-грубой крупинкой. Он разовывается по-другому. Но о нем такой же. Поэтому я сделаю дельный видеообзор на кудряшку. Может быть, сегодня вечером погрызу. Так. Ну, это у нас Астана сорти. И так выглядит на балконе. Я чувствую прям на вкус орешков. Залипуча, конечно. И новое. со вкусом сырости земли сливочность в ней зашкаливает мега сливочная как такое прям сладости вот как в туркестане я чувствую я вас то не чувствую залипла прикольно структуру ним тоже прикольно дублина стоит попробовать жалко что написано я показала видео обзоре очень мелко хотелось бы такой прям кусочек для попробовать насколько она плотная потому что мелкие кусочки ну податливую зубам выражаются отлично пельмешку с песчанкой просто бомба мне очень нравится астана я прям не влюбилась очень нравится песчанка они в комплекте вообще я дури понятной астана вопроса как хотелось бы что смог конечно с глина тяжеленько снять видео где будет много хруста так как она залипает очень жирная а я жирная блины имел принципе живу всегда достаточно долго люблю наковать вкус а не быстро прорывать проглотить этот кусочек прям молочный я в нем не чувствую песчанки никакой свежести абсолютно как молоко сухое этот кусочек не такой мучнистый не так сушатрат я вот такой напудренный я уже вся не знаю а 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 Продолжение следует... Всем приятного просмотра. Всем пока.